Друзья, всем привет! Отличная новость! Сегодня обновилось приложение Game Turbo на телефонах Xiaomi и Redmi на оболочке MIUI 11. На одном из моих бюджетных телефонах обновился до версии 2.4.3, ну а на Mi 9 Lite, который подороже, до версии 2.4.4. И обязательно, обязательно, друзья, досмотрите это видео до конца. Я расскажу, как обновить режим Game Turbo для своего телефона до последней версии. И у меня есть обучающее отличное видео на тему Game Turbo, полный обзор, все разложил по полочкам, ссылка будет в описании либо в верхнем правом углу, кто хочет более подробно ознакомиться с режимом Game Turbo. И в комментариях под этим видео, где я рассказал полный функционал режима Game Turbo, возникают часто вопросы, почему на моей модели нет расширенных настроек, где можно настроить чувствительность к жестам, чувствительность к нажатиям, настроить нечувствительную область и улучшить изображение. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. В конце я все подробно расскажу. И также в комментариях много вопросов, когда придет обновление. Первый вопрос. Обновление уже пришло. Для того, чтобы получить обновление, необходимо свой телефон подключить к интернету, зайти в обновление компонентов, и здесь отображаются игры и обновить до последней версии. Все, режим Game Turbo обновлен. У меня обновился как на бюджетном телефоне Redmi 8A, так и на Mi 9 Lite. На Mi 9 Lite немного более свежая версия. После обновления запускаю игру. Здесь все эти фишки, за которые я рассказывал, есть. Вот даже на бюджетнике. Выпадающее меню, всеразличные дополнительные настройки, записи экрана, оптимизации, подключение к телевизору и много настроек. На этом я останавливаться не буду. У меня есть отдельное видео. Кому интересно, ссылка в описании. Но, друзья, подошли к самому интересному. Запускаю Game Turbo на Redmi 8A и запускаю Game Turbo на Mi 9 Lite. Захожу в настройки Game Turbo на одном телефоне и на втором, и сверяю возможности. Первый блок идентичный. Второй блок ускорение процессора. Блок немного отличается. На Mi 9 Lite ускорение процессора, функция и исключение. На Redmi 8A оптимизация производительности, приоритет скорости и исключение. И следующий блок не беспокоить. Здесь все повторяется. И вот подошли к самому интересному. Внизу блок расширенные настройки. Где как раз таки можно настроить чувствительность к жестам, чувствительность к нажатиям, улучшение изображения, нечувствительную область. На Redmi 8A не появилось. И очень интересно то, что на Mi 9 Lite... Я вот сейчас удалил обновление. Смотрите, на версии 1.1.2, даже когда еще была самая первая версия, эта функция была. Соответственно, можно сделать вывод, что скорее всего на бюджетных телефонах функция расширенных настроек и не появится с обновлениями. Там, где можно выставлять чувствительность к жестам, чувствительность к нажатиям, улучшение изображения, настройка нечувствительной области. Скорее всего, это либо технически невозможно реализовать на бюджетных телефонах, либо просто производитель не хочет на бюджетных телефонах тратиться на разработку, тратить на время, ресурсы и так далее. Поэтому, надеюсь, друзья, в этом видео ответил на все вопросы, так как много вопросов, когда появится вторая версия режим Game Turbo. Уже, друзья, проверяйте обновления, уже есть даже более чем вторая версия. И почему нет расширенных настроек. Надеюсь, в этом видео я ответил на это все. На этом все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать это видео лайком. Не забывайте подписываться на канал, если не подписаны, нажимать на колокольчик до серого цвета, чтобы получать уведомления о выходе новых видео на моем канале. Всем пока.